В рамках программы социальной газификации голубому топливу полгода назад подключилась семья Постниковых. На улицах Хвойной они первые абоненты Ниагонской газораспределительной сети. С приходом газа у семьи улучшились бытовые условия. Многие вопросы поведению домашнего хозяйства стали решаться быстрее. Коммуналка стала дешевле. Ранее за электрическое отопление мы оплачивали порядка 30 тысяч в месяц. Сейчас сумма за электроэнергию получается около 10 тысяч рублей. Стоимость по газу ориентировочно на 5 тысяч рублей в месяц. Сейчас, когда у нас есть газовое отопление, температурой мы не экономим. Проще даже открыть окно, мне кажется, чем идти и прибавлять, убавлять температуру. У нас поступило в 2023 году из 946 15 заявок получено. И подключено, исполнено до границ 17 с учетом прошлогодних заявок. И выполнено подключение, уже подан газ по плану графика 2023 года. 12 подключений исполнено в 2023 году. При подключении голубому топливу горожане могут получить денежную компенсацию. Однако список лиц, которые могут претендовать на возврат финансовых средств, ограничен. Могут обратиться граждане в зависимости от дохода. Если они подтверждают, что их доходов недостаточно для того, чтобы произвести расходы. В первую очередь это на дугасификацию, в другую очередь на подготовку своего жилого помещения. То есть переоборудование с центрального отопления на индивидуальную систему котлов. Соответственно, у нас соцзащита проверяет, смотрит и после этого принимает решение. Либо в предоставлении адресной помощи, либо в отказе. Для участия в программе необходимо оставить заявку через обращение в Нягонские газораспределительные сети, многофункциональный центр или через портал госуслуг. Также в Нягоне организована горячая линия, по которой можно получить консультацию специалистов.